Всем привет, друзья! С вами Нильф Гордон, это игра TerraTech, и сегодня я вам расскажу, что было, ну расскажу вкратце, что было на стриме, на предыдущем стриме по TerraTech, ребята, и кто не был на стриме, тот пропустил очень многое, потому что стрим получился очень-очень интересным, очень веселым, таким прикольным, со всяческим юмором, с множеством событий на стриме. И, ребята, если вы захотите его пересмотреть, то вы можете его пересмотреть на Твиче, либо в группе ВКонтакте, не забывайте подписываться, кстати, на группу ВКонтакте, там в видеоальбомах есть, теперь будут туда показываться стримы, то есть там я буду их отображать, стримы, которые не будут отображены на Ютубе, будут отображены в ВК, в группе ВКонтакте, так что вы точно ничего не пропустите. И, ребята, если вы до сих пор не подписаны на Ютуб-канал, то подпишитесь и обязательно поставьте колокольчик, тогда вам будут приходить уведомления о новых видео. Что же было на стриме? В первую очередь то, что у меня вернулся хомяк, вот он, да, то есть он чуть-чуть сейчас уже переделанный во время событий на стриме, да, это вынужденная мера была. Не знаю почему, но он появился в крафтах, да, то есть вот в предыдущем видео, так скажем, не стриме, а вот в предыдущем видео хомяка не было, а здесь он появился и все, я его призвал и все было отлично. Но на самом стриме он проиграл несколько боев, ребята, и это было удивительно на самом деле, потому что монстры настолько мощные стали появляться, что у хомяка просто не хватает энергии. То есть тупо не хватает энергии на то, чтобы отбиться, то есть на то, чтобы убить врагов. Не хватает энергии и не хватает, конечно же, мощности орудий. И это печально, ребят, потому что, ну, хомяка придется перестраивать, хомяка придется не то, что даже перестраивать, а строить вообще новое устройство, чтобы воевать в новых реалиях. При том, что враги не рандомные, ребят, мне наваливали, а именно задания наваливали. Есть такое задание, как защита, точнее не защита, а убить там бандита или что-то типа такого. То есть вы убиваете маленького малыша и прилетают его защитники, не знаю, крыши, как это можно назвать, или просто кореша, которые начинают с вами драться. Там несколько волн, и вот как раз-таки вот эти волны там, вы не представляете, насколько огромные устройства прилетали. Просто нереальные какие-то, с кучей стволов, которые шмаляли и сносили мне всю энергию. Я там взрывался, хомяк, мне его приходилось восстанавливать, потом еще раз начинать драться. Там в одной миссии его вообще подгрызли, да, наполовину, он там дрался из последних сил. То есть хомяк прям на стриме воевал из последних сил, и в конце концов он прииграл последний бой просто в нули, можно сказать. Потому что мне пришлось заряжаться, воевать, опять заряжаться, опять вот как-то так пришлось. И там такой проигрыш был, что в итоге поняли, что, ну я сам понял, что хомяка нужно не то, что на пенсию. Все, его время прошло, да, пришли, пришла новая эра более мощных устройств. Это такая воинственная часть стрима была, да, но самое главное, стрим был посвящен базе, да. То есть постройки базы и проверки FPS при работе базы. Вот в данный момент она пытается у меня работать, и здесь крафтятся сейчас предметы для создания курсовой ракеты. По-моему, она на автомате стоит, да. Крафт происходит, но есть небольшой глюк здесь, я не знаю почему, но ядро ИИ он автоматически не хочет крафтить. Я не знаю по каким причинам, ребята, если вот попозже я уделю на это внимание, и если кто-то знает причину, можете написать. Так вот, база была вот в таком вот варианте построена. Очень многие, конечно же, на стриме предлагали свои варианты, какие-то простые совершенно варианты, самые стандартные варианты. Но мне это никогда не нравится повторяться, мне никогда не нравится делать по стандарту, мне никогда не нравится делать так, как у всех. Поэтому здесь было в виде такого табло, то есть, допустим, если мы находимся на каком-то устройстве, да, мы всегда можем посмотреть, чего не хватает. Вот, допустим, вот скоро вот этот ресурс кончится, да, то есть мне за ним и гнитовый осколок, мне скоро за ним в пустыне придется ехать. Кстати, да, мы как раз-таки еще ездили за ресурсами множество раз, и для этого было построено вот такое вот устройство, для того, чтобы перевозить ресурсы. То есть это, как видите, получается 4, тут тоже 4, 8 маленьких складов и один большой геокорпусский склад для перевозки ресурсов. Это устройство довольно-таки большое количество ресурсов, может увести, по крайней мере, у меня ни разу не получилось его загрузить полностью. Также есть черные дыра для того, чтобы выставлять шахты и забирать их с собой. Ну и, конечно же, куча двигателей, чтобы передвигаться хотя бы быстро, ну, к точке загрузки, так скажем. Потому что обратно на такой скорости все-таки я не решался гонять, потому что ресурсы могли выпасть. Но факт остается фактом, что это устройство построено. Также у нас не на стриме, а уже за кадром будет построен еще летающий грузовик обязательно, потому что без этого... Давайте его где-нибудь вот здесь вот припаркуем. Я прям хочу сделать еще и летающий грузовик, ну, ради своего удовольствия, так скажем. Да и вообще планов на постройки очень много. То есть, вернемся к базе. Здесь система сортировки и система крафта есть. Есть такой момент, что я еще проверял FPS. Вот в данный момент вот эта база в рабочем состоянии, то есть она сейчас работает, идет запрос, да, постоянный. И вот, смотрите, искусственный интеллект, вот ядро искусственного интеллекта. Вот здесь вот у меня есть, вот, пожалуйста, пожалуйста, строй. Но, видите, здесь нету запросов ресурсов. Если я сейчас сам поставлю, допустим, вот сделать искусственный... Да, вот начнет пэнк, все, запрос пошел. Но почему он сам автоматически не запрашивает вот ядро искусственного интеллекта, я немножко этого не понимаю. И это немножечко странно. И если вы знаете, почему он не запрашивает, то, ребят, напишите, пожалуйста. Хотя, может быть... Хотя, может быть... Хотя нет, это уже зацикленное. Ну, ладно, в общем, в чем суть? Есть два, как бы, круга конвейеров, да, то есть... Первый круг это подача конвейеров, при том, здесь вот внизу стоят утилизаторы, которые будут разбирать нам предметы. Кстати, у меня здесь уже можно выставить некоторые утилизаторы. По-моему, Вентуровский появился. Нет, Вентуровского нету. Ну, вот точно появился Хавки, да. О, да-да-да, есть. А Вентуровский можно, кстати, скрафтить. Сейчас мы... Давайте запрос сделаем тоже. Вентуровский вроде бы уже должен быть. Вот он. Фабри... Нет. Это фабрикатор. Стоп, у меня до сих пор утилизатора нет, что ли? Серьезно? Я даже его... О, Господи, ладно. Ладненько. Это надо будет прокачивать третий уровень. Там как раз-таки новые ракеты дадут. Будет вообще очень круто. Так вот, есть утилизаторы, да, которые будут разбирать предметы и подавать их на основной конвейер. Также разгрузка есть. Вот здесь как раз-таки происходит разгрузка. Разгрузка ресурсов. И все пошло по кругу. Сортировка идет по ресурсам, да. То есть здесь сразу и крафтовые, и некрафтовые ресурсы будут. Но для крафтовых ресурсов есть еще вот эти склады. Почему они здесь находятся? Потому что сюда подходит переработка, да. То есть вот сюда подходит вторая часть конвейера. То есть по центру от этих складов идет вот конвейер. Здесь идет запрос как раз-таки. Запрос ресурсов со склада. Идет, то есть на переработку. Потом идет уже сюда. Здесь уже начинает перерабатываться. И если нужно какие-то ресурсы во второй круг пустить, то они проходят вот так вот, понизу. Здесь вот, как видите, понизу, понизу, понизу. Здесь идет разворот. И обратно на первый круг конвейеров приходит и попадает сюда уже. И здесь, чтобы как раз-таки короткий, ну как сказать, короткий путь был, то здесь как раз-таки вот склады стоят для загрузки уже крафтовых предметов. То есть я не знаю, когда они загрузятся, вообще ли загрузятся когда-нибудь. Потому что в первую очередь они сюда попадают, чем попадут сюда. Так. Ну понятно, да. Также здесь вот стоят детали, но для деталей и склад. Но это для тех деталей, которые, допустим, я буду утилизировать. Ну если я возьму, допустим, какие-нибудь, ну, к примеру, даже вот эти вот пушки. Я там не знаю. А, кстати, да-да-да. Надо черную дыру сначала убрать. И после этого только. Вот, то есть там, ну, скорее всего, там какие-то детали будут же. То есть для того, чтобы хранить детали, как раз-таки вот это место будет. Смотрите, и зеленый кристалл тоже нужно будет добывать. И такой нам нужно добывать. Ну, в общем, надо будет постараться. Вот, вон детальки пошли. Тут, кстати, прикольно. Прикольные детальки-то, кстати. Отлично. Как раз-таки эти детали будут храниться здесь. Ну, вот такая вот крафтовая система. И на данный момент вот эта система в рабочем состоянии жрет у меня 35 фпс. Да, то есть вот у меня сейчас 35 фпс. Изначально был план такой, что сделать на каждую коалицию по своему ответвлению. То есть вот идет конвейер. И здесь, допустим, 4 еще разветвления будут. 4 линии. И 4 линии в плане того, что в одной линии будут запрашиваться ресурсы для производства геокорпс, допустим. На другой ГСО, на другой Вентура, на другой Хавки. Тем самым, допустим, я могу разделить производство, ну, и ускорить тем самым производство. То есть здесь, если я сейчас сделаю еще какой-то запрос производства, там, не знаю, колес или еще чего-то, то начнется мешанина, и он будет делать последовательно, непоследовательно, точнее. Да, то есть он не будет производить выгодно, то есть, так скажем, да, с экономией времени. С экономией времени не будет производить. Поэтому, поэтому вот есть идея сделать с ответвлением под каждую коалицию. Но, но, тогда, я думаю, фпс просяет уже очень мощно. И этот эксперимент я буду делать уже не здесь, потому что вот эту базу я, скорее всего, перенесу. Почему перенесу? Вон, на ту горку я уже заметил. Вот тут вот рядышком есть такая вот небольшая. Давайте я вот на самолете слетаю, покажу вам. Вот, вот на этой горочке. Тоже очень хорошенькая горка такая, как видите, она прям идеальнейшая под крафтовую базу. То есть, вот здесь вот можно будет крафтовую базу поставить, парочку вышек воткнуть, чтобы ее защищать. То есть, здесь есть также заезд. Ну, то есть, все отлично. То есть, это место... Ой, 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 я же забыл, у меня же здесь нельзя стрелять. У меня же здесь тоже на этом самолете теперь курсовые ракеты стоят на днище. Ну, вот немножко они не развернулись, но курсовые ракеты тоже стоят. И, то есть, он теперь на четверть или на половину там, то есть, боевой стал самолет. Во-во-во-во-во, давай взлетай, 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 взлетай. И все, давайте, приземляемся. Идеальный баланс, просто потрясающе получилось устройство сделать. Также здесь у меня есть рабочий такой транспорт, это обычный дрон. Вот здесь вот, да, то есть, он для того, чтобы просто здесь перетаскивать предметы. Кстати, вот эту часть я еще на стриме хотел перевернуть, вот так вот сделать. Почему? Потому что таким образом теперь я могу вот так, оп, то есть, ну и тащить предметы, да, то есть, подвозить их куда-то сюда, где черная дыра есть. Давайте установим черную дыру, потому что производство-то не останавливается. Вот с базой такие мысли, то есть, я также посвящу одну серию, скорее всего, вот созданию более модернизированной базы, да, и посмотрим, что из этого получится. Перенос базы сделаем также через вот этот low-tech, да, через эти устройства. Ну, и вот как-то так. Про базу я рассказал, что еще было на стриме. Ну, было еще куча фанов там, и шуток, и, ну, вообще было, и бомбежка была немножечко там, я не понимал некоторых неадекватных зрителей. Ну, в общем, было множество веселья. Также была построена вот эта вышка, чтобы с этого края защищать врагов, ну, защищаться от врагов, понятное дело, да, то есть, вышка довольно-таки мощная, при том, самое интересное, вот, хотелось бы, если бы было, были нападения на базу, посмотреть, если бы они начали штурмовать, да, под горку, так сказать, штурмовать, и вышка бы вниз начала шмалять, было бы интересно. Но, ладно, это, наверное, никогда не будет в этой игре. Планы на будущее я немножко вот уже вам рассказал, это летающий бомбундировщик я буду делать, не бомбундировщик, а летающий грузовик, более модернизированный, чем был в предыдущий раз. Новое боевое устройство, не знаю, как оно будет называться и как оно будет выглядеть, не знаю пока что, и эта база, это вот ближайшие, в ближайших выпусках будет этому уделено время. На этом я буду заканчивать всем всего. Спасибо, что смотрите эти видео, лайкаете и как-то комментируете. Всем всего еще раз, удачи и пока.